И не секрет, что многие заемщики, которые просто впервые просрочили кредит или займ, получают ответно сразу письмо со ссылками на статью Уголовного кодекса, мошенничество и так далее. Невосвращение кредита, ответственность также предусмотрена Уголовная. Клирки, банки звонят и обещают приехать домой с тем, чтобы описать имущество заемщика. Они звонят и говорят, никто из вас не получит больше кредит, ваши родственники не получат кредит, ваши дети не получат кредит и так далее. Хотя речь даже не идет о поручительстве. Дети это самостоятельные люди, они старше 18 лет, у них свой бюджет, своя семья. И тем не менее, вот такие чрезмерные угрозы, которые граничат самоуправство, потому что, извините, банка не может собой подменить суд и службу судебных приставов, для того, чтобы доказать, что заемщик что-то должен, требуется получить исполнительный документ. Решение суда или судебный приказ и затем предъявить его взыскания. И говорить в этой ситуации о предстоящем подписи имущества заемщика просто неправомерно. Отсутствие сегментации клиентов. Вот этот принцип мы хорошо проиллюстрируем на следующем примере, положительном примере Сбербанка. Здесь вы видите Светлана Сакальдак, директор управления по работе с проблемными активами Сбербанка. Она возглавила это подразделение совсем недавно, примерно два с половиной года назад, и пришла как раз в ситуацию, которая была очень-очень далека от идеальной. Благодаря ее усилиям, а также команде молодых менеджеров, которую сменил Герман Греф, новый руководитель Сбербанка, были применены грамотные вопросы по вопросам эффективного управления долгами. Смотрите, здесь приведена книга «Жанна как подарок от клиента». Ее автор Бэй Роуз, один из авторов Бэй Роуз. Это вот из числа книг, которые мы рекомендуем по результатам просмотра нашего вебинара. Дело в том, что в этой книге изложены очень простые принципы, которые направлены на формирование хороших отношений с клиентами. И вот эти принципы стали настольной книгой Германа Аскаровича Грефа. Он стал их проповедовать внутри Сбербанка. И вот конкретно Светлана Сакайдак предложила сегментировать просроченную задолженность, условно говоря, по трех цветам. 30-90 дней. До 30 дней это желтый цвет. Знак сейчас может произойти что-то неблагоприятное. Красный цвет это уровень просрочки задолженности от 30 до 90 дней. И, наконец, черный цвет вместо зеленого свыше 90 дней. И вот, как показала практика, наиболее эффективны досудебные процедуры убеждения заемщика на стадии до 30 дней, когда загорается лампочка желтого цвета. Вот здесь можно убеждать заемщика, можно описнить ему преимущество формирования хорошей кредитной истории. Что выиграть заемщика? Заемщик от того, что возвращает кредит в срок или займ. Свыше 90 дней это уже безнадежная задолженность в ряде случаев. И здесь усилия часто не оправдывают результаты. Вот это промежуточная ситуация 30-90 дней. Очень элементарные принципы, которые легли в основу работы Сбербанка и значительно улучшили картину управления задолженностью на розничном рынке. Но без системы, ликвидировало ли это все проблемы Сбербанка? Нет, потому что, опять же, любая система зависит от людей. И вот, пожалуйста, вырезка из газеты «Коммерсант» номер 142 от 3 августа 2012 года. Она как раз касается недобросовестных сотрудников Сбербанка, которые предложили продать долг заемщику. Одним словом, вместо 700 миллионов рублей решить вопрос за 100 миллионов рублей. Многократно уменьшить его задолженность, конечно, выдали для себя. Вот эти явления уже идут из уровня, из слоя права безопасности бизнеса. Нельзя опять не объявлено в рамках этого семинара. Я говорю о том, что опыт Сбербанка по управлению задолженностью имеет много хорошего. Вот именно это хорошее и хотелось бы распространить на действительность микрофинансовых организаций.